МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самое страшное для звезды – пережить собственную славу. Лишь немногие избегают этой участи. Сегодня я расскажу, как пережили свой пик популярности Потап и Настя Каминских. В эфире пик популярности. И я, Лена Боско. Потап и Настя – самый заводной и оптимистичный дуэт в шоу-бизнесе. Впервые откровенные и понятные каждому. О слабостях и простых радостях. О любви и ненависти. О поисках и потерях. О том, как идти вперед и не сломаться, чтобы прийти к своему пику популярности. Потап и Настя – это Кен и Барби. Красавица и чудовище. Микки и Мини – абсолютно разные. Но их невозможно представить по отдельности. Они эпатажные, любимые, народные. А главное – настолько простые, что в считанные дни сумели свести с ума миллионы. Сегодня это самый востребованный дуэт в шоу-бизнесе. Но мало кто знает, через что им пришлось пройти, чтобы и при выключенных камерах испытывать друг другу по-настоящему теплые чувства. Поэтому только для вас в ближайшее время полная история Потапа и Настя. На что можно пойти ради денег и славы? Как задавить в себе мучительную ревность и остаться человеком? И почему их дуэт уже мог давно распасться? Меня зовут Настя. А я Потап Леха. Ну хватит уже охать и охать. Хоррэ, говори, что в жизни все плохо. Можешь себя ухать ухать. Все пучком, а у нас все пучком. Там, где прямо не пролезем, мы пройдем башком. Все пучком, а у нас все пучком. Красивая малышка. Приборим, чувачком. Еще раз все вместе. Леша Потапенко, он же Потап, родился в простой украинской семье. Его отец был военным, а мама детским тренером по плавни. Себя жила очень просто. Деньги особо не водились. И когда Леша решил поступать в институт, он прекрасно понимал, что все свои желания ему придется реализовывать самому. Еще со школы музыка настолько плотно вошла в его жизнь, что он не представлял себе без нее своего существования. Поэтому все свободное время он посвящал песню. У меня был такой период становления тяжелый, когда нужно было поступать в институт, тогда денег вообще не было никаких. Приходилось подрабатывать на разных работах. непрофильных таких, как стройка, разносчик чего-то, курьер. Но потом все эти деньги заработанные, вот поработаешь, так заработаешь 150 долларов в месяц. И 100 долларов стоит запись песни одной. То есть это вся твоя зарплата. И отдаешь ее полностью на запись песни. Записываешь эту песню, приносишь ее кому-то, носишь на радио, она никому не нужна. Все говорят, не надо. Это никогда у нас не будет популярно, это какая-то другая музыка, это неинтересно, это не будет, не станет, не хотим. Все попытки сделать свои песни популярными у него с треском проваливались. И как это часто бывает, если человеку не везет в работе, ему обязательно должно повезти в любви. Так произошло и с Лешей. Он познакомился со своей будущей женой Ирой, которая всегда будет с ним рядом. И будет поддерживать его, что бы ни случилось. Я замужем была тогда. Да. И муж мой занимался, начинал заниматься музыкой. Это было давно-давно. Это был 99-й год. И был бутерполистом когда-то. И ходил на тренировки. А Потап был в молодежной сборной, занимался в одном поле и стал в команде «Динамо». В общем, они там познакомились, Потап показал свою песню, они как-то задружились. Очень долго мы дружили. Потом, когда у меня уже начали разлаживаться отношения с мужем, мы начали встречаться с Потапом. Ему было 19 лет. Он был длинноволосый, с вот такой вот огромной прической, в шортах, худой. Я помню момент, когда вот точно мы друг другу сказали, что он сидел в кабинете и что-то сочинял музыку. А я пришла так ветрено, прибежала, привет, и так его чмокнула в губы. И вот как-то так я его чмокнула, что он даже потом много раз рассказывал, что был в жизни поцелуй, который там изменил очень много. И я вышла, вот знаешь, как бабочки в животе, вот так раз, думаю, боже, ого. И он такой. И вот как-то с этого, потом встретили Новый год вместе, и как-то оно все уже пошло. Потап взял бутылку коньяка, выпил ее с горла вообще всю, один. Но он нас пригласил, говорит, сейчас я должен что-то сказать. Так, тун-тун-тун-тун-тун. Юра, я люблю твою жену. Тот говорит, класс, я за тебя рад. А у него уже была там другая барышка. Леша по уши погрузился в любовь и был очень счастлив. Однако про музыку не забывал. Он по-прежнему обивал пороги всех радиостанций и телеканалов, чтобы хоть кто-то обратил внимание на его песни. Но все это было безуспешно. Ну, опускались руки часто. Ну, мне приходили на помощь люди, которые оказались рядом со мной. Будущее моя жена, Ира, она, когда я уже совсем уже разуверился в том, что это может стать чем-то, она мне подстегнула, говорила все время, что это очень талантливое, это нужно уметь продавать. Потап как-то постепенно начал ходить в тусовку, какие-то свои песни показывать. Началась группа Юга тогда, по-моему. Сначала была Юга. Это вот один мой муж, в первом смысле Потап, и еще один парень. Они, наверное, год просуществовали, было два клипа, мне кажется. И они были достаточно популярны, по клубам ездили. Почему так резко старались? Я вокруг, мои друзья. Наверное, потому что заработал денег. Я и плюс немножечко слабый. И кредики немного. И для моих знакомых стало лучше я полубога. Но почему же? Почему же? Почему же? Когда ты на виду, тогда горишь в аду. Я по-моему приходила на репетиции, и стоял огромный Леша. Спиной как-то вот так получалось. И когда он пел, у него так ходором ходилась спина. Это было так красиво. И вот видно было, человек так прется от музыки, и так это ему все нравится. И все это прям наполняло меня. Я настолько болела. И все время... То есть мне говорили, да что ты, у тебя такой был муж, он был достаточно богатый. Зачем тебе парень, у которого 5 гривен в кармане? Я говорю, посмотрите. Еще год, и он будет самым популярным рэпером. Я пошел работать в клубы. Я работал эмси, тоже получал долларов 200. И как-то я помню, даже долларов 300-400 заработал в месяц. Это были огромные деньги. Я смог повезти ее в кафе, в ресторан. То есть у меня был очень такой тяжелый путь. Вокруг меня все время говорили мои родители, которые не хотели, чтобы я просто пропадал. А я полностью пропадал в музыку. То есть они не видели выхлопа никакого. Я как родитель сейчас понимаю их тогда. Они не сопротивлялись моему увлечению, но всегда направляли меня на какие-то конкретные профессии. Никто не может сказать про меня, что я отмороженный, но каждый иногда уходит с себя. Это возможно. Но если уходить надолго, то можно не вернуться, ведь надо же проснуться, очнуться и сревенуться. Ибо в том... Я стоял каждый день с кассетой видеоклипов в течение двух лет под одной украинской телекомпанией и просился взять меня в эфир. Мне говорили нет, нет, от меня убегали, прятались. Я стоял, я умолял, я угрожал, я подкупал, я делал все, что угодно. Люди это помнят. И сейчас, когда ко мне просятся на работу, я говорю одно. Покажите мне человека, который выйдет и скажет, я хочу стать номер один на территории бывшего Советского Союза, и я буду заниматься этим артистом. Потому что последний, от кого это услышал, был я сам. Вскоре Леша просто устал. У него начался творческий кризис. А это вещь очень опасная для всех людей, независимо от пола, профессии и возраста. Многие очень долго не могут из него выкарабкаться, потому что не видят в жизни ни одного просвета. Подобная ситуация может привести к трагическому финалу. Но, к счастью, Леша из детства был очень жизнелюбивым и переживал это без особых последствий. Я не сжигал свои песни, я не уходил в алкогольный отрыв. Это просто очень тяжело и очень поддаешься депрессии, когда ты делаешь все для того, чтобы достичь своей цели, своей мечты. А у тебя есть мечта стоять на сцене огромного зала, сзади тебя горят буквами, горит твое имя, и 10 тысяч человек все тебе подвластны, и ты их качаешь, а они тащатся от этого, как ты это делаешь. А у тебя это не выходит, не получается. Не проходят песни, не берут радиостанции, не берут клипы, телеканалы. Все вокруг тебя говорят нет, 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 нет. Это не нужно, это не интересно, это не будет, это не станет. И ты поддаешься все-таки депрессии. Нас взяли на третий день с деньгами, кто-то стучал, я не понимал кто, я не понимал как, никто левый не знал, сиреновое, сердце ноет, ну кто же знал, что нас так накроют? Мне говорили такие вещи, которые, ну, очень больно слушают. Ты же артист, ты никогда не, ты артист, еще не реализовавшийся, ты думаешь, что ты им станешь. тебе говорят, посмотри на себя, какой ты артист, двухметровый, какой-то чувак, здоровый, были длинные волки, длинные волосы. Ну вот, посмотри на артистов и показывай примеры. Артистики, они обычно метр семьдесят, аккуратненькие, причесанные, зубки у них под линеечку. Они все такие форматненькие, как марочка. А ты как, непонятно, что, колист какой-то каленовый. А в это время в другой части Киева совсем юная, неопытная, но безумно красивая голосистая девочка Настя Каменских вовсю покоряла украинские сцены. Ей, в отличие от Леши, действительно повезло. Она росла в музыкальной семье, несколько лет жила в Италии. Тогда она еще не знала никаких заботах и проблемах. Она жила в свое удовольствие, занималась любимым делом, а все свободное время проводила со своим молодым человеком. Какая разница, что нам нельзя? Какая разница, что я тебя не предам? Мне просто нравятся твои глаза. Моя любовь не боль, а сердцем. Мне кажется, я родилась под какой-то счастливой звездой, потому что мне, честно говоря, все легко удалось. и мне не пришлось отбивать пороги, мне не пришлось с кем-то целоваться за свою профессию. Я не понимала всегда, почему я за свои вокальные данные должна заниматься интимом с продюсером. К счастью, мне этого не предлагали. Мне попадались такие продюсеры, у которых хватало, скажем так, своих любовниц и так далее. И, в принципе, я был, такой был ребенок, такая вот, прям темпераментная, такая, ну, то есть по мне было сразу видно, что нет. Мало того, я и к мужчинам, которые, в принципе, со мной хотели знакомиться, и вообще парням относилась точно так же. Мне казалось, что это легкий путь. На первую машину я сама свою заработала, да и на вторую тоже. И я этим очень горжусь. Наконец Леша выбрался из творческого кризиса и стал снова писать песни. Жизнь начала налаживаться, и он снова предпринял попытку покорить шоу-бизнес. Тогда он даже не представлял, чем для него обернется новое знакомство, и что он попадет в кабинет прямо к Настиному продюсеру. Я пришел к своему товарищу, в продюсерский центр, к другу, и говорю, блин, ну вот нужна такая вот тут девочка, любая, у тебя есть какая-то любая девочка? Он говорит, у меня есть какая-то артистка, у меня как раз сейчас застой такой небольшой. Настя Комец, кто это такая, что это? Показал мне клип отдельно Настя. Я посмотрел, сказал, а другой у вас артистки нету? Нету. Я вам объясню, не потому что я пафосный козел, и Настя мне не понравилась. Она мне не понравилась. Она меня не зацепила, потому что ее сольные клипы, ну я посмотрел, ну да, ну что-то да, но как-то нет. Это не потому, что она не классная. Лично мне, Настя, не понравилась. Впоследствии я ее возненавидел. И я пришла навстречу. Стояла в предбаннике таком, там где секретаря сидят. Стою и жду, пока я могу зайти к своему продюсеру. И приходит мужчина, парень, двухметровый, в разноцветной яркой кепке. Я помню, как сейчас это было с Салатова, какой-то сумасшедший, пестрый наряд. Стоит, заходит, здрасте, здрасте, стоит и говорит, а он так обходит меня с одной стороны, с другой стороны, так смотрит на меня, как на товар. Говорит, не, ну попа ничего, там, круть тоже. Ну типа, сработаемся. А я, ну то есть, я не знакома с этим человеком. Для меня было такое удивление, что, что за хамство вообще. Мы познакомились, я увидел ее вживую. Послушал, о чем она говорит, как она выглядит. И подумал, блин, ну ладно, все равно не с кем это делать. Нужно это выпускать. Тем более, там такие условия были, интересно, заманчивые совместные работы с ней. В общем, со всех сторон, вроде как бы, должно это случиться. И мы с Настей договорились встретиться на репетиции, порепетировать песню. Вот. Я с ней общался, пытался ее разузнать. Посмотрел, хорошая девочка, хорошая, но очень, как-то наивная, не готовая к шоу-бизнесу. Она выглядела по-другому. У нее даже другие кучеряхи были на голове. Она совсем была другая. Ну, она была абсолютно другой, не такой, как вообще все ее уже потом увидели. она была первая встреча. Мне запомнилось, она пришла со своим парнем. Потап выступал в составе, по-моему, в хит-дузьмина Моутзути тогда. Она была вот с такими косичками черными, длиннючими косами, в каком-то голубом плаще. И она раскритиковала и в фырках говорила, фу-фу, это что-то такое непонятное, тут нету музыки. то есть она, я думала, ты с*** какая-то, как думаем. А потом, когда они начали петь, и дуэт стал популярен, естественно, у меня, так вот, так-так-так, красивая девочка. Какая-то ревность женская была. Но потом, когда они стали популярны, у меня есть такой момент в переключении от персонажей Леши и Настя к какому-то творческому тандему. То есть это для меня уже не люди, а продукт. Меня зовут Потап, со мной Настя Каменских. Через полгода каждый обустроил свое счастье. Меня зовут Потап, со мной Каменских Настя. На удивление, песня получилась. Он написал еще одну совместную песню, поднакопил денег на клип, но эти планы пришлось отложить. Настя Каменских попадает в страшную автомобильную аварию. Я попала в аварию. Это произошло летом. И недавно я... Я недавно прознала свой второй день рождения. Спустя 8 лет. Я понимаю, что я родилась в рубашке, потому что тогда на тот момент 40 минут меня бы могло бы не быть. У меня на всю жизнь остался шрам на ноге, очень большой. Все желтые опрессы это фотографируют. Ну, как бы я этого не скрываю. Конечно, я не выхожу на сцену с ним, потому что это неэстетически, ну, как бы это неэстетично. Но могу сказать, что однажды я давала интервью по поводу этой аварии. И ведущий мне говорит, покажи мне этот шрам. Я ему показала, говорит, боже, это так красиво. А ты стыдишься? Я говорю, нет, я не стыжу. Я просто, ну, я хожу, как бы, в юбках и все. Но я просто не показываю, вот он, посмотрите. Но мне сказал, ты знаешь, ты никогда не должна останется. Это твоя история, ты ее не перепишешь. Безусловно, это моя история. Я рада, что я осталась жива. Два-три месяца у меня был такой период реабилитации, да, и я заплатила за свою популярность. И сейчас я это понимаю. Настя заплатила слишком высокую цену за свою будущую популярность. Только сейчас она понимает, почему с ней случилась эта страшная трагедия. И почему ее личные отношения развалились. И она осталась совсем одна. Ответ очень простой. Хочешь что-то получить? Отдай что-то взамен. Я встречалась с парнем. В университете мы начали с ним встречаться. Потом я начала становиться быть популярной. И мы еще с ним имели отношения. Я его очень любила. Так получилось по ситуации, что нам пришлось разъехаться в разные города. И мы встречались долгое время на расстоянии. Ну, потом поняли, конечно, что это не имеет никакого развития. И я начала ездить. Но мы с ним остались невероятно хорошими друзьями. Сейчас мы с ним очень дружим. Мы покрестили там ребеночка у наших друзей. Созваниваемся с ним. И я, конечно, тоже очень горжусь этими отношениями. Когда ты на обложках, на всех журналах, телевидениях рассказываешь о своей личной жизни, показываешь этого человека, говоришь, что ты к нему чувствуешь, зачастую это распадается. Зачастую проходит каким-то образом. Любовь, ну, вообще что-то вот происходит. И где-то, наверное, у меня так и произошло, потому что я не стеснялась о нем говорить, я хотела говорить о нем. И так и произошло. После чего я дала себе за рог, я зареклась на то, чтобы я больше этого делать не буду. И в будущем я бы хотела, чтобы меня не видели беременных. Я бы хотела, чтобы не видели мужчину, которого я люблю. А мою семью мне этого не надо. Можно много говорить, но за все надо платить. Не прожить, не без любви и без денег. Не прожить, можно много рассуждать, но за все надо пошлять. Ну, а если нет любви, то тогда ее... К счастью, любой мужчина, который постоит рядом со мной, посидит рядом со мной, поговорит рядом со мной, это каждый мой любовник. За этими любовниками, несчисленными, которые думают в газеты, что они каждый мой любовник, вот и затерялся тот человек, который по-настоящему, которого люблю, который есть со мной. Поэтому пока мне это удается легко. Когда Настя окончательно поправилась, она тут же позвонила Лёше и сказала, что готова работать. С этого момента в их жизни начинается новая история. У нас все-таки приезжают со шрамом на голове жуткими, со шрамом на ноге, и мы снимаем клип, и тут взрыв. Когда он выходит, он просто разрывает всех. Эта песня «Без твоей любви». Она всех настолько разорвала, она настолько всем понравилась, понравилось сочетание. «Без твоей любви» птицы не поют, клубы не танцуют, пацаны не пьют, море не бушует, реки не текут. Такая жара пошла. То есть я стала популярна на все СНГ. На тот момент девушка из Украины, молодая, там параллельно столько артистов, которые мечтают об этом. Тут барышня какая-то. Ну, то есть я имею в виду барышню, потому что в группе «Потапу Настя» девочка я одна. Конечно, мне все артистки украинские завидовали. Как это? Прямо на все СНГ. Настя была безумно счастлива. Этот успех был для нее как глоток свежего воздуха. Она каждый день просыпалась с улыбкой, и ей снова хотелось жить. А вот Леша не мог в полной мере разделить с ней это состояние. Вот, и тут дилемма. Я понимал, что если я сейчас запишу еще одну песню с Настей, то это уже не фичеринг, это уже не совместная песня, а это дуэт. А я тогда не хотел, чтобы это было дуэт. Вот. Настя бешеная, вообще непонятная, мне неподвластная, дикая кошка, которая на студии, с которой все время происходит конфликт. Присконечный конфликт. Вот. А нужно выдавать продукт. Я живу эмоциями, но все-таки у меня продюсерская часть, у меня работа. Закрепить сейчас успех, еще совместной работы и впрячься в дуэт или сделать песню с другой девочкой. И шансы тут меньше, наверное. Непонятно почему, потому что тут прорвалась с Настей. Можно было и так, и так поступить. Вот это я принимаю решение, что, наверное, Снастя уже хрен с ним, с этим. Пусть будет дуэт потапом Настя. Ладно, но это ж ты получаешь вот напарницу, ты свою мечту делишь ровно напополам. Плюс все вытекающие посредства оттуда. Вот что девочка, она телец, она такая же, она жутко эмоциональная, итальянка. Настя красивая, у нее была сольная карьера, она себя считала очень самодостаточной девушкой, и она не понимала, зачем к ней, не то что приклеилась, а зачем ей этот рэпер. Вот. Мы записывали не пару и жутко ругаемся на записи песни. Она говорит, это говно, я не буду это петь. Я это петь не хочу, она говорит. Я говорю, Настя, послушай меня, пожалуйста, я официал это, я знаю, я продюсер, это будет супер хитом. Она, посмотрим, посмотрели, это стало бомбой. Когда на экранах появился их клип «Не пара», о дуэте заговорили и в России. Украинский дуэт обаятельного рэпера Потапа и с ног сшибательной голосистой красотки Насте взорвал весь шоу-бизнес. Всего за пару месяцев они стали самыми востребованными, самыми продаваемыми, самыми любимыми и самыми гастролирующими артистами в стране. Мужчины сходили с ума от Насти. Девчонки обожали Потапа. Их песни знали наизусть даже дети. Они выдавали хит за хитом. Награды так и сыпались к их ногам. А концертом не было и конца. Потап и Настя оказались на пике популярности. За окном гушуют молекулы любви. Со мной весь мир танцует, потому что вместе мы играем. Гормон на солнце, выделяйся феромон, ведь мы с тобою вместе. В 2007 году они становятся абсолютными победителями фестиваля «Пять звезд». И, казалось бы, нужно радоваться и пожинать плоды совместного успеха. Но у ребят этого не получилось. Постепенно они стали погружаться в обратную сторону популярности. И чем дальше они шли, тем сильнее они становились противны друг другу. Они всегда были слишком разные. Просто до поры до времени они не обращали на это никакого внимания. По моменту выигрыша в конкурсе «Пять звезд» наш конфликт с Настей доходит на апогея. И я просто не хочу с ней находиться на одной сцене, не хочу с ней разговаривать, не хочу с ней ничего писать. И на нас сваливается популярность. Популярность бешеная. Она не хочет со мной ни общаться, ничего не делать. Мы начинаем ездить по концертам бесконечно. То есть мы говорим, да пошла ты, да пошел ты. Добрый вечер, да Потап и Настя с вами сегодня. Вот так. И они даже, не то что они ездили на разных машинах, они жили в отдельных отелях, они даже за стол вместе не садились. Самое страшное в этой ситуации было то, что никто не хотел идти друг другу на уступки. Настя упивалась с вниманием, Потап дико бесился. Потап отвечал колкостями, Настя дико расстраивалась. Но никому из них даже в голову не приходило это прекратить. Популярность с каждым днем все больше разрушала психику. А им казалось, что так и должно быть. Они упивали собственной гордостью и манией величия. Были такие моменты, когда мы поначалу ездили в такие туры, такие прям, было по месяца два. И я помню, мы выходим, работаем в цирке. Вышли, значит, спели что-то там. Потап говорит все время, он ведет концерт все время, такой у него разговорный жанр. Я больше пою. И он меня оставляет на сцене и говорит, а сейчас вам Настя хочет что-то сказать. И у меня оставляют на сцене. Арена такая, ну потому что это в цирке. А я не знаю, что мне сказать. Ну то есть, что мне придумать? Меня никогда не учили этому, потому что я знаю, что Потапа учила очень много. У него была педагогия, у него вообще он зачиняет. Ну такой. А я нет. Я стою. Конечно, на 45-й раз. На какой-то. Я научилась, нашла, что мне сказать. Оказывается, не перевелись былинные герои в поп-музыке. Я предполагал, когда мне сказали, что соведущим будет Потап, я предполагал встретить идиота. В премьерке он мне сказал, что он числил меня дебилом. Мы встретились. Этот откровенный разговор привел меня в восторг. Впервые кто-то откровенно сказал, что желает мне летального исхода. Я ему сказал, чтобы он тоже сдох на первой же съемке. Мы захохотали, нашли общий язык за 5 секунд. Он понимает с полуслова любое твое предложение. Ты его начал конструировать, он подхватывает тебя. Я не видел такого правного ему по остроумию человека очень давно. Потап – самое грандиозное открытие за мою карьеру в последних лет. Но вскоре Потап начал ломаться. Но ломаться в другую сторону. Он вдруг решил, что Настю любит больше. А этого ни ей, ни поклонникам он простить не мог. Дуэт, который на сцене выглядел настолько сплоченным, был полностью развален за ее пределами. Настя вообще не понимала, что происходит с ней. Она звезда, и ее все обожают. Настю обрабатывают все, кто кому не лень. Ты суперзвезда, все, нафиг тебе этот нужен Потап. И я, разделивший тогда себя напополам, отдавший своей амбиции, вот этой его половинкой мечты, ей, и она, на нее даже не обращающая внимания. Как будто ей так и должно, она должна была стать звездой. А я-то чувствую, что я-то, я же сделал для этого кое-что. И вот мы не сходим с характерами. Жутко, жутко страшно. Она ненавидит меня за то, что я ее не признаю, ее наполю и выкручиваю ей вообще, мозг вообще выжимаю. Не хватило воздуха, будто перекрыли краники дыхания, и не слышно голоса, будто задушили все мои желания. Не хватило воздуха. Это очень больно, это очень тяжело. Я очень добрый человек. И очень тяжело это переношу. Я очень страдаю, очень. Так, уходят Настя, делают два движения. Я обожаю весь зал. Выхожу я, и мне нужно просто быть в 10 раз круче, смешнее, интереснее, привлекательнее, завлекательнее, чтобы привлечь на себя зрителя. Мы становимся двумя суперпопулярным дуэтом, в котором каждый из нас начинает конкурировать с друг другом. Я жутко ревновать, даже не завидовать, ревновать к ее внутреннему успеху внутри нашей группы. Это длилось очень долго, пока я не развенчал для себя. Он очень сильно ревновал публику ко мне, и это было очень тяжело. И самое удивительное, что обычно барышни должны вот так делать. Ну и ревнусь. Я очень страдала. Я себя чувствовала виноватой. Хотя я не должна себя чувствовать виноватой за это. Но я очень-очень страдала, потому что мне казалось, что это было очень несправедливо. Потому что этот человек писал музыку, которая нравится этим людям, благодаря которой она сделала популярным. Этот человек очень добрый. И мне было обидно, честно, за него. И я, конечно, я помню, что подходили в основном фотографироваться ко мне, брать какое-то интервью или просить автограф. Я как-то так вот с Лешей, все с Потапом. Ну, мы просто за кулисами Леши или он же Алексей. Все вот с Потапом. Как-то я так, ну, чтобы не обидеть его, я старалась как-то вот так. Это была страшная конкуренция. Причем, наверное, я бы сказала, что это выше даже от Потапа шло. Постепенно в узкие круги стала просачиваться информация о том, что в дуэте Потапа и Насте серьезные разногласия. Потап даже записал дуэт с Верой Брежневой, в котором Насте места не нашлось. Все, считай гудки до десяти. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Прости, не могу так. Еду к тебе, меня все бесит. Восемь, девять, десять. Алло, алло, промто, промто, скучает сердце мое оконто. И хочет любви от нее нету промто. Алло, алло, промто, промто. Алло, алло, промто, промто, скучает сердце мое оконто. Алло, алло, промто, промто. Их коллеги уже начали делать ставки. Когда же дуэт распадется? А продюсеры наперебой старались увезти Настю и сделать из нее сольный проект. Я помню, что мне говорят, давай, а я нет, я не хочу. И я думаю, блин, я же его ненавижу. Я не хочу с ним работать, он псих, вообще деспот. Деспот, человек-тиран, с которым мы бесконечно ругаемся. Я тогда не пошла на это. Несколько раз мне предлагали. Потому что я понимала, насколько талантливый Потап, насколько талантливый этот дуэт, сколько он всего приносит, сколько он дает людям работы. И от кормушки не уходит. И где варианты, факт, что у меня будет лучше. Она главная центробежная сила в этом дуэте. Потому что она поет блестяще. Этот человек с выдающимися вокальными данными. Песни, которые она поет в рамках этого поневоле маркетингово-бизнесового проекта Потап и Настя, они демонстрируют всю полноту того, что она умеет. Она умеет из семи нот вытворять вещи, как я из семи слов. Может быть, тебе про все забыть, и сердце мне открыть, и душу отпустить. А может быть, тебе про все сказать, ведь я не буду спать, если не буду знать. За твой голос нежный я сейчас готова все отдать. Я уверена, что на самом деле не каждый из нас никуда бы вообще не делся. Было бы у нас по отдельности все отлично. Это просто момент ощущения. Вот я чувствовала, что мне сейчас это не надо. Мне не надо даже вот с этим человеком работать. Вот я чувствую, что нет. Это вот, я не знаю, прям под кожей ты это чувствуешь. Но он бы никогда в жизни бы мне этого не простил. Вообще никогда. Это просто был бы враг на всю жизнь. Он просто, мне кажется, мечтал бы меня убить, уничтожить. И как-то, ну, то есть, это была бы такая обида болезненная вообще, что он, я не думаю, что он бы справился сам бы с ней. Отвратительные отношения с Настей были только поверхностью айсберга. Популярность решила потрепать Потапа по всем направлениям. Сам того не замечая, он стал открыто заниматься саморазрушением. Начал терять тех, кто был ему дорог. И находил утешение только в собственной славе. Тогда он еще не понимал, насколько ложен этот путь. Ты получаешь первые большие деньги. Ты с ними живешь, ты развиваешься, ты покупаешь машины, квартиры. Ты живешь совершенно другой жизнью. Все твои мечты были переплюнуты уже в 10 раз сабинтабу. С тобой, потому что ты даже не мог себе представить. То есть, ты хотел отдохнуть в Турции, летишь на Мальдивы, и эти деньги и заканчиваются. И ты понимаешь, что я же заслужил это, я же всю жизнь пакал. Но все равно, что в этот момент не возврата, в точку языка, когда тебя скашивает звездная болезнь. У меня был период, когда меня убивала звездная болезнь. В какой-то момент у тебя отъезжает крыша, деньги валятся рекой, концерты не заканчиваются, выступления просто тебя в ноги бросаются. Женщины, мужчины, машины, это все, вот такой каждодневный поток, выпивка, это все такой ком, ком, который ты думаешь, что он никогда не закончится. И тут ты почему-то себе думаешь, что ты причастен к Богу. Это такая ошибка. И начинает колбасить звездная болезнь. Я могу это купить, я могу этих заткнуть ленингами. И я под там, да я вообще из суперзвездной вообще, я особен. Вот это ошибка. Мы ссорились, но не было такого, что он взлетел и стал меня там или уничтожать, или вот там как-то оскорблять, или унижать, или еще там. У нас был бизнес, мы партнеры. Благодарна Леше за то, что он никогда на меня не оторвался. Никогда. Был такой период времени, когда небольшие мои друзья, один товарищ мне сказал, ты знаешь, ты такой стал отвратительный, с тобой, я не хочу с тобой общаться. Я столько смеялся, я ему говорил, как ты? Весь мир со мной хочет общаться. Я буду решать, с кем я буду общаться. А он повернулся и сказал, ты придурок, Леша. И ушел. Я Потапа боюсь. Я его, когда вижу, у меня сразу ступор, как перед удавом у Бандерлова. Вот так вот замираю, а он говорит, Леша, дорогой, ну что ж ты не здороваешься? Ну, а потом все как-то, разговариваем и так далее. Настя в силу того, что все-таки девочка, переносила популярность легче. Безусловно, ей было приятно иметь поклонников, деньги, дорогие наряды, но звездная болезнь не снесла ей голову. Она добросовестно отрабатывала каждый концерт. Ругалась Потапом, ревела потом по ночам, но наутро все равно просыпалась с новыми силами. Леша продолжал вариться в собственной ненависти. Что пришла популярность жуткая, пришли жуткие деньги, а удовлетворение, радость не пришло. Именно из-за Насты. Вот. И мне одна девочка из-за одного дуэта сказала, ты же ей не завидуешь. И я ей так соврал. Нет, конечно, ты что? Ты же, я ей завидую, Настя. Она говорит, ну, кто это такая? Я же все пишу, я же пишу. Она говорит, ты не завидуй, пожалуйста. Она же девочка, девочек всегда любят больше, чем мальчиков. Это казалось так просто. Девочек, оказывается, любят больше, чем мальчиков. А что же я лезу на территорию ее и хочу всю славу забрать? Это ж дуэт, действительно, нужно разделить территории. Ну, к этому приходишь. Амбиции, самолюбование, эгоизм. Звездная болезнь, все это мной руководило. И она в одну фразу развенчалась. Я понял, действительно, точно. Она же сексимовал, а я же суперстар. И сразу нашел, и сразу параллельно с этим, вот это мое напряжение было связано с моими проблемами. С тем, что потерял друзей, куча денег. Я заливал это все дело разными вещами. В депрессии находился. Но потом это все буквально вот так вот произошло. Вот так вот оно развенчалось. Я нашел себя, нашел свои территории. И теперь Настя на успехе стали моими успехами. Мне очень нравится, когда они улыбаются вдвоем. Мне очень нравится, когда они ругаются. Стилизация под «Чумачечья весна», когда я первый раз увидел ее в интернете, за то, что придумал Потап, стилизацию под «Песняров». Это все грэмми из Узбекистана им. Это чувство юмора, помноженное на такую волю в жизни, на такое жизнелюбие, воплощение такого представления о жизни, когда унывать нельзя ни при каких раскладах. Я иду по улице, словно чумачечие, И от весны, и от любви я потерял до речи. Ведь сегодня ночью не вернемся мы домой. Как же замечательно, что снова к нам с тобой пришла. И оторвала голову нам, чумачечая весна. Переход в другую весовую категорию, например, спеть серьезное, вот тут у них начнутся проблемы большие. Недаром говорят, что слово способно погубить тысячи людей. Вот так, простая фраза, сказанная кем-то случайно, способна изменить жизнь человека, заставить его проснуться, оглядеться по сторонам и дать понять, что нужно срочно что-то менять. Я ему говорила, Леша, ты гонишь, Леша, ты не прав, Леша, вот посмотри, что ты делаешь. Он психовал, уходил, потом приходил и говорил, да, я согласна. То есть я для него была всегда безусловным авторитетом, потому что он знал, что если я ему говорю, да, я могу сказать грубо, резко, я могу быть страшна в гневе, я могу, ну, то есть у меня есть сила ему противостоять. Ничего нет ни у кого, вообще ни у кого живого человека. Ни у мамы, ни у папы, ни у Насти, ни у любых других друзей. То есть он точно знает, что я всегда говорю правду. Вот если я режу, я режу прям вот сразу. Мы научились мудрости, и, ну, когда такой мужчина, как Потап, с уважением говорит о своей жене, и говорит, боже, как достало, мне кажется, это высшая похвала. Я буду благодарен Ире, потому что она, она говорила, что ты был не таким. Я знал Лешу Потапенко, а это какой-то Потап, вот такой вот весь. Ну да, 10 Феррари, 58 яхт, но мне это не нужно. Я хочу вот того Лешу Потапенко, который был, обычный парень, вот тот добрый, который придумал эту музыку ради чего-то, а не сидел и чах на злате. И Леша стал меняться. Каждый день он подолгу анализировал свои поступки, обращался к Богу, мысленно просил прощения. Конечно же, общение с Богом мне очень помогает. Сейчас стараюсь общаться, я в период глубочайшего взлета и глубочайшего падения внутреннего и взлета внешнего я пошел в церковь и молился, и просил, чтобы мне дали проведение, чтобы мне как-то объяснили, что же делать. Вот, и совокупность вот этого, того, что сказал друг, того, что сказала Ира, и то, как я пообщался в церкви, меня привело к тому, что я не особенный. Вскоре это принесло свои плоды. Глядя на то, как меняется Леша, Настя тоже посмотрела на себя со стороны. И стала расти, стала меняться. Я начала искать в себе неплохие стороны, хорошие. Я начала видеть в себе другую Настю. Я начала ее искать. И мне кажется, что зритель может вскоре вообще увидеть абсолютно другого человека. То есть всю нашу историю было принесено все. И любовь, и ненависть, и ревность, и какие-то расходы, переходы. То есть, как у всех людей. Но мы из этого сумели вынести дружбу. Мы любовники, мы муж и жена, мы, не знаю, какие-то сумасшедшие, которые можем поехать оторваться на дискотеке. И причем, допустим, заходит друг какой-то и говорит, Боже, посмотри, твоя жена на столе танцует. Он говорит, это вторая стадия. То есть, нет абсолютно ничего такого, что я ему запрещаю, или он мне. Если он едет куда-то на какие-то концерты или мероприятия, на которых я прекрасно знаю, что может происходить, меня это не волнует. Популярность преподнесла Потапу очень суровый урок, который, скорее всего, останется в его памяти навсегда. С виду такой сильный, неунывающий клоун. На самом деле, несколько лет ходил с израненным сердцем. Но он не привык плакать. Он не привык жаловаться, он привык бороться. Он же должен дарить людям радость и ни за что не выдавать себя. Даже когда до пропасти остается всего один шаг. Потапа всегда привыкли видеть веселым. Ну, потому что я никогда не думал, что кому-то нужна моя глубина. У людей и так куча проблем. Они живут в таком тяжелом мире, они переживают столько стресса. Поэтому я всегда это прятал себе. Поэтому снаружи Потап очень веселый, разбитной такой парень. Рубаха парень. Такая раскрытая душа. Гармошку только в руки вставим, и он пойдет, и все заведет. И заведу. А то, что внутри меня творится, никто не знал. И только когда я начал выпускать такие грустные, глубокие песни, на меня очень многие авторы обратили внимание и подходили очень знаменитые артисты. Говорили, неужели это ты пишешь? Да, потому что да, точно так же я скрываю это в себе за личиной вот этого весельчака и приколиста. Скрывается очень глубокий, ранимый, трогательный, очень душевный человек, который пишет, когда ему больно, грустные песни. Это он показывал мне песни, полные драмы, полные поиска смысла жизни, экзистенциальные, я бы сказал. Я хочу, чтобы ты услышала эту песню, я хочу, чтобы мы опять с тобой были вместе, я хочу, чтобы ты услышала и простила, я хочу, чтобы ты опять меня полюбила. Но эти песни, кому он покажет их? Заказчик этих песен не хочет. А они корпоративная группа, если корпоративная, понимать как. И вот я предвещаю большие сложности на этом пути. Проблема с Потапом в том, что если даже он назовется Алексеем, как его Потапенко, и выдаст сольный альбом драматический, уже не поверьте, люди будут говорить, чтобы он спел, давай вот это. Чундра-ча-чундра, 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 чун. Потапа, тута? Ага, и наша здесьа, вот вам летняя песня. Вот такой аналог нашего Вилаэма. Очень у него вкусненько, здорово. И стихи я слушал, стихи, разслушал стихи специально. Купил альбом, слушал поэзию. А там ведь не только пиво-пиво, водочка плывет по морю лодочка. Там очень хорошие, интересные мысли зашиты в лирике, в лирических треках. И с Настей у них тоже все очень здорово. И он продюсирует очень много других артистов. Он твердо, четко знает, что он хочет. Этим самым вызывает у меня лично огромное уважение. Вот. Он такой сильный, сильный мужик, хороший. Если вдруг тебя не станет, то моя любовь растает. Если вдруг тебя не будет, кто тогда меня полюбит? Были девочки, и есть эти девочки, которые очень любят эти песни. Они там страдают по ним. И там они что-то придумывают, выдумывают. Мне, например, это очень нравится, что наши песни так живут в сердцах других людей. На меня очень сильно повлиял мой сын, рождение сына. Приходишь после шоу-бизнесовой тусовки, где дурным глазом на тебя посмотрят, все обольют, и чувствуешь на себе такое черное пятно. И выбегают маленькие человечки, кричат тебе, папа, я тебя люблю, я тебя так ждал, я внимаю тебя. И все это превращается в какую-то пыль. Оно ничего не стоит по сравнению с этим. Поэтому есть какие-то человеческие штуки, за которыми скучаешь, на которые опираешься, и которые балансируют тебя от этого бесконечного жира, шоколада, мёда. Ни один человек не может стать успешным без достаточного количества испытаний. Потапу и Насте пришлось пройти через многое. Боль, потери, расставания, борьба за место под солнцем. Они прошли. Они поняли, что встретились не для того, чтобы оправдывать чьи-то ожидания, доказывать что-то кому-то. Они пришли просто, чтобы жить, быть счастливыми. И ценить, что много лет назад они нашли друг друга. Ведь чтобы завоевать доверие, нужна вечность. А для разочарования достаточно одного мига. Потап и Настя пережили такие сложности. И вот последние, наверное, года три мы купаемся в успехе Потапа и Настя. Причем каждый в своей области, и мы вместе. И сейчас это очень близкий и родной человек. Я очень много делал ошибок, очень много допускал грубостей. Много раз смахал саблей там, где не нужно это было делать. Но у меня есть сила это все признать и меняться, и меняться. И дальше продолжать работать. Причем я иду со своей миссией. Я очень благодарен тому, какой у меня есть жизнь. Только сейчас я начала взрослеть. Только сейчас я начала понимать, что такое есть моя жизнь. Только сейчас я начала понимать, насколько мне повезло, сколько всего еще впереди, как над этим всем работать. Только сейчас я поверила в себя. Это моя история. И она достаточно хорошая. Не уставайте, буди, буди. Вы с тобой хорошо работаете. Я очень хотела бы, чтобы наш дед жил с тобой долго и счастливо. И вообще, я хотела тебе сказать, если вдруг ты захочешь себе шикарный парик, я готова ради тебя даже состричь кусок своих волос и тебе такой приделать осолодить. Вот так. Дорогая Настя, я знаю, что у нас брали интервью по отдельности. Я могу себе только представить, какие гадости ты обо мне там наговорил. Но, несмотря на это, я тебе хочу сказать, я очень рад и благодарен судьбе, что мы с тобой поем в этом дуэте. И елки-маталки, ты видишь, несмотря на твою все время мрачную позицию, типа, это никогда не будет интересно, популярно. Видишь, стало, стало. Я тебе говорил когда-нибудь, мы достигнем пика популярности. О, о, мы с тобой на пике, я тебе машу рукой. Малыш, не сверху вниз. Мы с тобой крутые. Чекар доставь. КОНЕЦ